Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я сейчас пришла в теплицу, чтобы посмотреть, как тут поживают наши растения, а также для того, чтобы обработать их от болезней и от вредителей. Начинаем готовиться потихоньку к зиме и также подготавливать растения. И в зиму они должны уйти чистыми, стерильными, обработанными. Поэтому вот сегодня обработаю фунгицидом, а завтра уже инсектоакарицидом. Что касается наших растений, вот так это все выглядит. Пока все стоит в теплице, вообще все это будет зимовать на улице. Пока на улицу мы это не переносим, потому что еще люди заказывают растения, у кого-то еще тепло, и чтобы максимально в лучшем виде сохранить их внешний вид, мы храним их в теплице, потому что в теплице все равно теплее, в теплице все равно надежнее, все защищено от ветра, от снега. И вот у нас уже были заморозки, но, как вы можете видеть, все растения еще в очень хорошем виде. Ну, давайте с вами сейчас по-быстренькому пройдемся и посмотрим, что у нас старенького и что у нас новенького. Что касается старенького, все наши клематисы, которые оставались с лета, были пересажены вот в такие горшки. Это горшки 2,5 литра, и все они уже будут доступны на следующую весну. Это уже получаются трехгодовалые саженцы. Они, естественно, будут свистеть, и я вам даже сейчас покажу. Тут некоторые клематисы, представляете, до сих пор растут. Вон, видите, до сих пор цветут. Вон, бутончики даже есть. Естественно, листва уже начинают желтеть, вон у многих. Но, тем не менее, тут еще много чего такого хорошенького, зелененького. И все, в принципе, растет. Конечно, теплица творит чудеса. Что касается остальных саженцев-клематисов, у нас уже открыт предзаказ на весну. Но это уже саженцы будут двухгодовалые в горшочках П-9, которые мы посылали и в течение лета, и весной этой. Поэтому смотрите и выбирайте. Из новинок у нас приехали вот такие чебушники или жасмин садовый. Это такая тоже любимая культура многих. Очень ароматные, очень красивые. Но это уже сорта такие более декоративные. Там жемчуг, снежная буря. В общем, кому интересно, смотрите на сайте. Также у нас были пересажены гортензии. Вот такие вьющиеся тоже. Горшки 2,5 литра. Тоже саженцы очень такие большие. И все это поедет зимовать на улицу. Из новинок у нас много сирени. Она небольшенькая такая, в горшочках П-9. Вот так выглядит примерно саженец. Смотрите, это сирень огни Донбасса. Но зато и стоит не очень дорого. Саженцы, которые у нас покрупнее, в тубах. Они такие прям, ну, раза в три больше. И они, конечно, будут дороже. Дальше. Здесь у меня стоят вот такие гортензии. Это метельчатые гортензии. Они тоже были пересажены в горшки 5 литров. И это будут мои маточники. В следующем году мы будем активно черенковать метельчатые гортензии. Чтобы обеспечить, в первую очередь, себя посадочным материалом. И чтобы его можно было реализовывать в течение всего лета. Но это будет только в следующем году. Пока мы только начали наше производство. В этом году я только свою ваниль файс начеренковала. И вам мы отправляли. Ну, а в следующем году ассортимент уже именно собственного производства будет намного больше. Из сортов у меня здесь отложены. Ну, пока вот такой ассортимент. Ну, конечно, я потом еще где-нибудь на маточнике докуплю. Ну, разных других сортов. Что касается наших черенков. Вот они. Смотрите, какие красивые стоят. Здесь у меня ваниль файс. Остатки тоже маленькие. И шугар раш. Тоже это все я черенковала сама. И вот посмотрите, как выглядит. Вот, пожалуйста, это что у нас? Шугар раш. Такой саженец. Его можно, кстати, на штамп использовать. Потому что, видите, какая длинная, толстая веточка. Вот так они здесь. Какие двойные, какие одинарные. Все вот такие красивые. Дальше из новинок у нас много гехер. Гехерелла есть. Тиарелла. Вот они все стоят. Тут пока буквально недавно пришли. Пока они вот в таких горшочках. Видите, P7. Но акустики уже достаточно большие. И мы их тоже до зимы все перевалим в горшки побольше. Объемом P9. Также у нас недавно было поступление других гехер. Они уже все пересажены в горшки P9. И вот так вся эта красота выглядит. Все они у нас стоят. Их и сейчас заказывают. И на весну они будут доступны. И летом мы их будем продавать. Естественно, они будут становиться все больше и больше. Но пока так. Цена от 350 рублей. Также из новинок у нас была Бегелла. Тоже несколько разных сортов. Вот такие кустики. Красивые, пушистые. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Тоже все это я сейчас опрыскаю, обработаю. Так, этот сорт называется Калсун. И все пока тепло. Все будет стоять здесь. А потом все будем переносить на улицу. И все это будет зимовать в открытом грунте. На улице единственное, что возможно мы что-то накинем с панбондом. А что касается обработки растений. Давайте я вам сейчас по-быстрому скажу пару слов. Сегодня я буду обрабатывать бордосской жидкостью. Это такой контактный фунгицид, который убивает все микроорганизмы вредоносные, которые вызывают болезни у растений. Бордосскую смесь можно использовать как ранней весной, так и осенью. Ну, я сейчас вот по-быстренькому все опрыскаю. Что касается вредителей. С вредителей я буду использовать вот этот препарат 30+. Вообще его можно использовать весной. И он предназначен именно для обработки весной, для всех зимующих вредителей. Но, тем не менее, осенью его также использовать можно и полезно. Потому что он образует такую пленочку на растениях. И если вдруг кто-то, какая-то личинка тля или какое-то насекомое отложил на стволиках растений какие-то свои яйца. Вот этот препарат, он просто их уничтожит и ничего не перезимует. Поэтому я сегодня опрыскаю фунгицидом, а завтра опрыскаю вот этим инсектоакарицидом. И все, наши растения будут чистыми, здоровыми, готовыми к зиме. И в таком виде в зиму будут уходить. На улице у нас еще стоят хвойники. Пойдемте, я вам их, кстати, покажу. Вот они здесь. Тоже остатки с лета. Было много разных сортов. Ну, все, что осталось, конечно, самые такие необычные, эксклюзивные разобрали. За лето они прям вымахали. Некоторые прям кустики такие пушистые, такие хорошие. Их, конечно, тоже по-хорошему нужно перевалить в горшки побольше. Потому что, я думаю, для такого объема горшочки литровые и в каких-то немножко больше. Они, конечно, маловаты. Хвойники я также пройдусь, также опрыскаю бордовской и препаратом 30+. Чтобы тоже они чистенькими и хорошими у нас зимовали. На этом у меня все. Пойду обрабатывать растения. Всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале. Всем пока!